Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить инди-хорроры. В данном случае мы проходим вторую часть X-Mortis. Насколько помните, где-то неделю назад мы смотрели первую, она была довольно-таки корявой, но при этом довольно неплохой такой в плане нагнетания атмосферы. И мне в ссылках указали, что есть вторая часть. В принципе, сегодня мы ее с вами и посмотрим, потому что надо маленько отдохнуть от всех этих дорогущих игр, типа Бэтмена, Скайрима. Сегодня у нас 10-е, по-моему, число, время часов 8. За окном у нас кровавое затмение, кстати говоря, очень атмосферно, очень работает на атмосферу, и это хорошо. Орды X-Mortis атаковали наш мир, что зло, которое в финальной... Так, начинается... понятно. Тут у нас постапокалипсис... Постапокалипсис. Я так сегодня устал, я разделывал кучу мяса, делал отбивные, я же... Полукондитер четвертого разряда. Одно из моих образований, так что готовить умею. Но временами заплюхиваюсь. Так, это что это у нас на полу такое? Что за дерьмо? Тут, скорее всего, не осталось выживших, но я определенно не один. Это не один из X-Mortis, иначе я был бы уже мертв. Логично. Так. Я не думаю, что оно хочет, чтобы я зашел в эту будку. А вот эту хочет. Кто-то смотрит на меня оттуда. Присядьте, пожалуйста. Мое время ограничено. Я повлиял на исход этой битвы. Боюсь, все это было неизбежно. Тем не менее, это помогло мне пройти сюда и связаться с вами. X-Mortis знает, что вы здесь. Поэтому я буду крат. Вам, вероятно, кажется, что все потеряно. Но я здесь для того, чтобы вернуть вам надежду. У меня с собой пергамент, который вы должны внимательно прочитать. Знания, изложенные на его страницах, прольют свет на ваш путь к устранению этого зла и помогут простому смертному все восстановить. Не сомневаюсь, вы думаете о том, можно ли мне доверять. Однако на данный момент ни вам, ни оставшимся фрагментам человечества нечего терять. Судьба человечества теперь зависит от вашего следующего шага. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Хорошо. Судя по шляпе, это Фредди Грюгер. Силуи дочи похож. Это не человек, однако то, о чем он говорил, не лишено смысла. Бла-бла-бла. Так. Так, короче, когда он потерял жену и дочь, он... Жену и дочь, он потерял веру. Давайте заглянем на вторую. Тут у нас тот самый манускрипт, похоже. Пророчество руки. Я, пожалуй, его не буду читать. То есть я его почитаю уже при кодировании. Вы ставьте на паузу, если хотите узнать сюжет. Я обязательно при кодировании это все зачитаю для себя. А сейчас пока просто тратить на это время. Это в X-Mortice, насколько мне говорили, тексты просто там... Ну, очень много букв. Поэтому поступим, пожалуй, так. У меня сегодня не так много времени, к сожалению. Так, ладно. Что-то мата много в этих... В переводе. Перевод, в принципе, хороший, но, блин... Матершиник какой-то его делал. Блядь, вот говно, блядь. Думай за тупок, думай. Да, с переводом здесь, конечно. Так, дома на холме давно заброшены, либо полны трупов. Хорошо. Так, а что это такое к нам приближается? А что это... Торчит что-то, да? Несущиеся облака, значит, только одно. Что мне наступает жопа. Ребята, дружеские беседы. Так, а что делать-то? Связка ключей, во! Так, давай-давай-давай-давай. Фу. Интересно, кстати, а что было бы, если бы... Я дождался прихода этой тучи. Ну, честно говоря, сегодня мне вообще неохота ничего такого узнавать, потому что... Наверняка ничего хорошего. Так, ну вот это ранчо, про которое говорилось в тех... На технической бумаге. Ранчо Лодчер. Понятно. Давайте входить, что ли? Кстати говоря, мне подсказали, что тут в одном месте есть головоломка судока, с помощью которой можно разгадать код, и сказали, что код 831. Поэтому я воспользуюсь этим, чтобы не тратить время. У меня сейчас голова не очень хорошо работает, потому что, как я уже говорил... А, ну вот, кстати говоря. Так, ну ладно. Потом, я думаю, мы с этим разберемся. Сначала надо до головоломки судоку добраться. Просто чтобы не тратить на это время, потому что зачем нам... Так, кто-то, кто-то там ходит такой... Хватит ходить. Опа, братюня. Так, его, похоже, он повесился, а потом его уже... Понадкусали, что ли? Или что? Или просто над ним истязали уже труп? Ну, что, судя по брызгам, да. А, вот, кстати говоря, судоку, да. Понятно. Я, кстати, вот в этих вот... Совершенно не разбираюсь в этих головоломках. Никогда не занимался их отгадкой, честно говоря, не очень интересно было. Поэтому, я думаю, я бы тут затупил просто по-страшному, если бы не знал сразу этот код. Так, все, судоку мы нашли. Похоже, надо возвращаться, что ли. Ну, давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь. Здесь слишком темно. Дальше я не полезу. Хорошо. Да, я, по-моему, даже если бы фонарик был, не полез бы туда. Так, ну, давайте. 8, 3, 1. Хорошо. Да-да. Так, а что у нас там? Сейчас они мне не нужны. А на кой хрен тогда я открывал ее вообще? Ну, ладно. Давайте пойдем наверх. Прочь. Ой-ой-ой. Так, ну ладно. Не самое такое, надо сказать, приятное место. Просто не пропитано кровью. На стене крупного. Близ, похоже, я застрелил кто-то, да? Я бы взял ее с собой, если бы все еще был верующим в Библию. Так, очередная книжка. Читаем по той же методе. Блин, а много текста, да? Фигураль. Офигеть, сколько же тут его. Обалдеть. Аня, Лера, Зоя, Данил. Тут что, блин, еврейская семья беженцев из России, что ли, жила, я не помню. Дима, что-то там. Сложно сказать. Дима, Боря. Или этот просто перевод такой. Так, ну вроде все, блин, ну текст-то был порядочный, конечно. Так, тут я пока ничего брать не могу. Надо быть верующим. Видимо, я сюда попозже вернусь, что ли. Ладно, выходим, идем в следующую комнату. Твою мать. Это же дети. Да, жесть. Дипа. Все, что ли? Так, кого-то в сортире замочили. Мне таза брызган кровью. На полу изрядной количества крови. Ее хозяин, видимо, сюда, да? Да нет, вроде там никого нет. Тела здесь уже нет. Нафиг, жуть какая. Ух. Какого хрена? Я чувствую ее грусть в этой комнате. Офигеть. В Америке война, ядерный удар не остановил экс-мортис кровавая баня. Ну, читаем по той же методия. Это, конечно, текст интересный, но сейчас вот тратить время на зачитывание его вслух. Это просто люди могут заскучать, поэтому я не буду это делать. Но сам обязательно тоже почитаю это все. Ну, похоже, тут кобздец полный наступил. По крайней мере, по крайней мере, Америке. Хотя, скорее всего, все земли. Так, вот я попасть не могу. Выходим вниз. Что дальше-то делать? Ну, видимо, зипа надо применить в коридоре. Ой, в коридоре, говорю, вентиляции. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь вообще. Ох, твою мать. Ох, бля, хамуха. Я сразу почувствовал твою душу. В такое темное время, оно словно лучше света. Я целую вечность планировал твою судьбу. Мое имя Хавьер. Прояви уважение к моим словам. Так, это что за Хавьер был? Не, ну что это за херь вначале там была? Так, мне что делать-то? Видимо, надо за этим идти сюда, за инструментами. Хорошо, так. Блин, напугали, напугали уже. Жесть вообще. Вроде бы еще не ночь, но... Но это было неожиданно. Хотя, как неожиданно. Я тут лажу чуял с самого начала, но... Все равно. Так, ладно, надеюсь, тут будет не так страшно. Блин, куда я выхожу? Отлично. Ее мне хватает 5 патронов. Револьвер. Это маговый шаль кольт. Так, читаем. Смирновы. Все-таки, видимо, это... Так, подпорку уберем. И теперь, видимо, сможем... Да-да-да-да-да-да. Видимо, семья была какая-то русская, что ли, или украинская. Что-то эдакое. Смирновы. А не Дима. Так, подвал. Это меня совсем не радует. Хотя, тут довольно-таки светло. Рация. Так, и что я тут могу с ней сделать? Очевидной пазл, что ли? Что-то неразборчиво, речка опять. Ладно, пока смотрим дальше. Это что такое? О, 902-й год. Это вообще старая хрень. Ну, и опять, походу, много букв, поэтому перелистываем по-быстрому. Лорд Влей. Что за Лорд Влей? А вот говно. Эксмортиши уже близко, у меня мало времени. Перевод, конечно, хороший. Так, и что? Куда податься? Тут у нас вроде ничего больше нет, кроме этой судоку-головоломки. Видимо, у меня теперь достаточно веры, чтобы открыть вот этот вот ящик. Да. Ага, разорвись, связь этим кинжалом, а орды демонов падут. Ты найдешь ответ внутри своей веры. Супер. Теперь ты готов пройти. Торопись, а не ближай. Так, я могу с ним что-нибудь сделать. А, просто... Жертва. Что-то значит, жертва. Это что, защитный круг какой-то, что ли? Под стульчиком. На стене крови написано «Жертва». Но что это за жертва? У меня осталось мало времени. Так. Смогу ли я выстрелить? Я уже слышу Эксмортиши. Они знают, что я здесь. Что же, по крайней мере, я сделаю, это не они. Не думал, что конец будет таким. Да вы что, гонить? Бляха, муха, да чё ж. В этой игре вообще бывает хороший конец, нет? Что ж такое? Младение древних. Это что за херня еще? Извиняюсь. Все эти штуки должны загореться, прежде чем я смогу двигаться дальше. Это твою дивизию. Подожди, я же все правильно делаю. Ага. Бля. Ладно, ну тут, как вы поняли, я вырезал. Чтобы не тратить ваше время, я там потратил минут пять, наверное, на решение этой головоломки. Так, а что это у нас такое? Тихо. Не надо, протянь. Сейчас опять будет резкий момент какой-нибудь, наверняка. Чую лажу, чую лажу. Чё? У меня есть рука. Ох, ебать меня, вот это путешествие. Не знаю, где я, но я как-то оказался в своем теле. Тело давно уже мертвого человека, возле него лежат пустые гильзы. Так, и чё дальше? Чё, мне, у него стреляешь? Ой. Ой. Ой, ой, ой. 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 Пробка с патронами, понятно. Так, а я взял их. Будем надеяться, что я их взял, потому что я не вижу другого варианта. Ладно, хрен с ним, погнали. Вот, теперь стреляем. Интересно, у нас патроны конечно нет? Так. Ладно. Откуда? Вот. Опа. Хе-хе, хорошо. Так. И чё-то мне, помните, говорили, что под конец на него надо кинжал использовать. Ну, товарищи, спойлеристы. Это сейчас, что ли? Да-да-да. Ладно, хоть подсказали. Хотя тут, я думаю, сам допёр бы. В отличие от той головоломки с Судоку. Ладно, я не совсем понимаю, для чего это всё было нужно, но это было прикольно. Понял бы, я думаю, если бы читал все записи. Тоннель в темноте кажется бесконечным, но он бояться мне уже нечего. Я завершил то, зачем пришёл. И теперь могу двигаться дальше. Ладно. Ладно. Похоже, выбираемся. Так, а ты кто такой? А, мистер Хэнни. Как я рад вас снова видеть. Примите мои поздравления. Вам удалось то, чего не смогло добиться всё объединённое человечество. Должен признаться, я не был уверен, что вы подходящий для этой работы человек. Но моя вера в вас оправдала себя. Ваши действия приведут этот мир к новой, процветающей эре. Думаю, стоит поблагодарить и Хавьера. Он тоже сыграл свою роль в этом. Как он там? Всё ещё хнычит о своей паскудной дочурке? Вы, носители души, удивительные существа. Больше всего удивляют меня, насколько просто вами манипулировать. Гораздо легче, чем моими собрателями по Эксморфису. Хм, что за удивлённый взгляд. Уверен, у вас были некоторые подозрения, что это я, лорд Влэй, направлял вас на этом пути. Эх, дитя моя. Мои собратья из Эксморфис свергнули меня уже очень давно. Но разве я мог упустить такую возможность для предательства? Вы были нужны мне, чтобы уничтожить моих врагов и расчистить путь к моему былому могуществу и власти над миром, который всегда был моим по праву. И вы можете гордиться этой роли. Итак, мистер Хэнэ, я хвалю вас за участие в этом. Я аплодирую вам за ваше мужество. И за вашу помощь я дарю вам подарок. Подарок? Я люблю подарки. Ух, красавчик. Быструю смерть. Быструю смерть. Ну да, хэппи-энда, как обычно, не вышло. Так, и всё, что ли? Ну, в принципе, это было прикольно. Не особо страшно. Я испугался только один раз, но испугался капитально. Это когда в вентиляции полез зажигать зажигалку, и в итоге вылезла страшная тварь. Я натурально подпрыгнул. В остальном же, в принципе, спасибо, что посоветовали мне эту игру. Она была довольно-таки занимательной. Я проигрывал за ней время не без удовольствия. Надеюсь, вам тоже было интересно смотреть на это. В ближайшее время закончится у нас Бэтмен. И мы возьмёмся уже за специальный, то есть за полноценный ужастик, за длинный, на несколько серий, Afraid of Monsters. И дальше уже вернёмся в стандартную канбу. В общем-то, на этом всё. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok